Назад вернусь. Вот я сейчас уеду куда-нибудь. Заблудился, уехал в таракань какую-то. Опять приехал в какую-то таракань, в чей-то, даже не знаю, это сарай какой-то стоит. Ну что, дорогие друзья, я таки победил, но все-таки прибыли на нужное место. Тут уже стоят рыбаки, пока я тут полтора часа крутился туда-сюда. Ну сейчас пойдем, будем сверлиться, будем кормиться, будем пробовать. Так, ну что, 12 луночки я просверлил. Теперь надо их потихонечку закормить. Так, ну что, луночки я закормил сейчас. Получилось у меня вообще сложности 14 закормленных лунок. Теперь буду спокойно пить чай. Немного подкреплюсь и пойду на первый круг. Два часа я провел в ожидании поклевки. Но, к сожалению, абсолютно ничего не получилось, поэтому решили кардинально поменять тактику. Сейчас пойду в залив, буду буриться в кустах, буду пробовать, искать тюку не поставлю супер-мурмоша и будем продолжать упорцать. Опа. Ерш. Ершище. Просвалил тут луночку. Сейчас будем проверять. Опа. Мелкий я вотканул как взрослый. Нашел в руку прям. Вот так. Ёж. Паааааааааааа. Давайте дальше переместимся немножко. Еще заметил такую интересную особенность. Опускаете мормушку, делаете первую проводку и окуня нету. А вот, допустим, с проводки второй, третий он начинает брать, то это значит, что вы окуня собираете с небольшого расстояния метров полтора-два в радиусе полтора-двух метров. Все-таки идет он колебаниями, которые мормушка делает. Опа! Фук-фук-фук. Я считаю, что самым важным на рыбалке с мормышкой, с безмотылкой, либо с мормышкой с посадкой мотыля, это не расслабляться и стараться всегда делать качественную проводку. Потому что вы же не знаете, что в данный момент происходит подо льдом. Вдруг к вашей мормышке подошел какой-то хороший окунь и в данный момент оценивает то, как вы умеете играть мормышкой. Поэтому не стоит об этом забывать, стоит всегда контролировать свою руку и стоит всегда быть начеку. Опа! Клевет как взрослый. По факту мелочь. Опа! Опа! Эй! Опа! На малька взлыл ребят! Охово! Охaaaаха! Вот о чем я вам говорил мужики! вот к чему надо быть готовым вот это да дал так дал на малька соблазнился а мормуши не захотел вот так рыбалка ну е-мое на мелководье на метре вот это я понимаю ну малька господи елец на супер мормуша попал ну е-мое хоть не жарится у вас так лети давай дай ляльбове порыбачить укуш отсюда вот еще один попался на мормуши окунек ой ой хи 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 чтобы руку поклевка передается резкая такая рыбка того ёрш аквариум на малючка сразу плюнул не успели отпустить кто там прикалывается вот кто это был я сейчас вернулся на накормленные лунки потому что у меня осталось примерно 50 минут до заката сейчас буду их проверять и потом уже со спокойной душой поеду домой опа ну вот это есть ядрёно матрен заплатка попала на малька ну ёлки-палки подошел подошел подлещик еще один ёрш да что ты будешь делать смотрите какой пузан вот это ёрш сегодня рыбалка вызвалась не из легких по количеству рыбы я бы поставил пятерку по качеству рыбы я бы поставил тройку как я и говорил то что среди мелкого окуня иногда бывает пролетают и крупные так в принципе и случилось сегодня всем вам спасибо за то что смотрели данную рыбалку ну и увидимся в следующих видео ну а мне уже пора собираться домой поэтому всем пока это не будет и и и